Добрый день, с вами канал МФ и сегодня одна из самых интереснейших тем в мире пива. Это пиоварня Грюд. Слово Грюд это фламандский термин, обозначающий ботанические растения, травы, фрукты и специи, используемые в процессе пиоварения. И хотя пиоварня Грюд сравнительно молодая, была основана всего 10 лет назад. Ее методы производства, безусловно, средневековые. Грюд традиционно использовался на средневековых пиоварнях, расположенных в районах, находящихся под властью Франции, где хмель был запрещен. В качестве альтернативы немецкое законодательство настаивало на использовании хмеля. Аник Десплентер, основательница пиоварни Грюд, использует свои унаследованные знания и степень пиоварения Генского университета для создания ботанических сортов пива, которые нравятся международной аудитории. Она не только создает свое собственное пиво из таких ингредиентов, как анис, клюква, фенхель и розмарин, но и предлагает публике варить свое собственное пиво в ее маленькой пиоварне. Сейчас пиоварня базируется в Генте на старом рыбном рынке города. Просторное здание стоит на берегу реки, где раньше выгружали рыбу с лодок. Теперь здесь находится небольшой пиоваренный завод, который может производить 5000 гектолитров в год с баром и достаточным количеством сидячих мест, где любители могут попробовать замечательное пиво Грюд. В России доступны все пять сортов от пиоварни Грюд. Стоит отметить, что Брюн и Инферно одни из самых топовых позиций в ассортименте. Первый добавляют измельченный арахис, а во второй все-таки немного хмеля наряду со специями. Не упустите возможность попробовать лучшие сорта бесхмелевого пива от пиоварни Грюд. Бельгия.